Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Хей, мы в Кемере. А он очень туристический город, но, к сожалению, многие, кто сюда приезжают, они либо чилят в отеле, либо вообще ничего не смотрят. Вот в этом выпуске я уже показал, как здорово жить в туристическом городе, ведь приезжают родственники, друзья и наши подписчики. И давайте вас познакомлю. Алекс, Алекс, наш постоянный зритель, который нас 100 лет уже смотрит. 100 лет или 105? 100-500 лет. Да, 100-500. Его супруга Лена. Всем привет. Лена, кстати, накосячила немного. Она выходила из квартиры последняя и просто захлопнула. Забыла крючей в квартире, поэтому мне пришлось вот так вот из нашей квартиры по балкончикам не перелезать. Да, в Турции такая система, здесь нет ручек, и по непривычке можно просто захлопнуть дверь, оставить там ключи. Этим ребятам я решил сделать сюрприз и показать наши самые любимые места в Кемере. Так что, ребятки, прям вот так садимся, ложимся, где удобно, нажимаем на лайкосик, пишем комментарий, и погнали смотреть прекрасный Кемер с нашими зрителями. Первое место, куда я вас отвезу, это Чаралы. Это наше, короче, любимое место. Там разводят черепашек, там Ликийская тропа, там старый город Олимпус, этот исторический, да, и гора Химера. Конечно, только свернули на Чаралы, и здесь сразу же открывается бомбический вид на всю Чаралинскую долину, если можно достать. Смотрите, как здесь круто. И нам сейчас спускаться как раз туда по очень-очень красивому серпантину. Ура! Мы вчера, Лак, спустились по этому прекрасному серпантину. Речушечка, скалы, это первая такая фотолокация, где можно чик. В Чаралах проходит Ликийская тропа, и вот здесь сразу же указатель Олимпус, куда мы сейчас двигаемся, 3 километра. Бейджик 15 километров, это откуда начинается восхождение Тахталы, и курорт Текерово 22 километра. Как непривычно видеть, эти улицы пустые, летом здесь велосипедики, байки, здесь такая какая-то азиатская мини-деревушка. А сейчас вот так вот двигаемся в Олимпус. Прекрасный древний город, который, кстати, очень хорошо сохранился. Вход туда платный, мы ходили за 40 лир. Сейчас узнаем цену актуальную в этом году. Вчера, кстати, открылось много чиновенького, например, вот кафешка. Смотрите, ее не было в том году точно. Реку, кстати, они сделали, видимо, здесь кошмарили дожди. Вот они все обложили вот этими большими скальными булыжниками. Лечушка есть леденющая. И дорогу сделали, накатали, в принципе, там можно поехать на машине. Но я им сказал, что не будем много ходить, поэтому нет. Машина сегодня нужна только от А до точки В, а потом ногами. Слушайте, я не могу. Я когда оказывается вчера, все, у меня просто улыбка не сходит с моего лица. Ну посмотрите нафиг, какая здесь красота. Вы только посмотрите, какие здесь вот эти скалы, вот эти вот сосновые леса, вот эти вот весны все. Вот и начинается Олимпос. Вот это вот цвет моря какой просто. Вон туда посмотрите. Вот эти вот все скалы, я их все провазил. Там Ликика. И, в принципе, здесь Ликика. Потрясающие рассветы. На сапах люди уходят. Вот то, что здесь нужно тоже делать, это, конечно же, брать саборт и отправляться во все вот эти вот бухты, потому что там есть такие пещерки красивые-красивые. Ой, ребятки, кто сюда приезжает, блин, обязательно езжайте в Чаралы, потому что я знаю кучу людей. Я даже знаю местных, которые живут в Кемере, они никогда не были в Чаралах. Это преступление, я вам серьезно говорю. Ну вот, слава богу, у меня есть такая возможность нашим постоянным зрителям показать этот замечательный поселок. Не пойму, кто-то песка, что ли, все насыпал. Мы все этот проход проходили, пускал его так пешком и попадали сразу на вот эту вот тропинку здесь, на Ситин. Все вот прям сделано хорошо. Мы уже как бы вот углубляемся в этот город. Единственное, что касса вот, она чуть-чуть подальше. Речушка, вон уточки плавают, но здесь потрясающая природа. И вот он весь парк, схема парка, кстати, новую поставили, красавчики. На входе установлены такие, что-то, я не знаю, гробницы, наверное, какие-то. Да, здесь оккультурили, единственное, да, и теперь сделали вход не 40 лир, а 10 евро. Представляете, 10 евро один человек. Дети, кстати, бесплатно, он сказал. Вот, так что наших ребят отправляем туда, а я пойду на море пока что-нибудь поделаю. А я вам сейчас поставлю кадры с того раза, когда мы были, чтобы вы тоже понимали, что он из себя представляет. Субтитры подогнал «Симон» Решил я не сидеть на месте, не ждать ребят, а открыть для себя новые места. Вот прямо сейчас двигаюсь вот так вот по камням. По-моему, впервые в жизни вижу вот такое вот черное море. Это все водоросли, видимо, дают о себе знать. В общем, там есть где-то какая-то тропа, и я по карте посмотрел. Там есть пещера какая-то, поэтому почему бы нам не пройти туда и не посмотреть, что вообще там. То есть красиво вот эти скалы запрыгнуть туда и в воду. Проход, конечно, здесь так себе не из самых простых, но на самом деле все это – это остатки Олимпуса. Так, вот здесь можно вот так вот ходить и бродить. Вот он вход, а я здесь. Какая дальше у нас с вами необычная тропа? Вот как-то надо туда пробираться. Ну, на самом деле, это не джунгли, поэтому не так стрёмно. Опа! Ух! О, видите, здесь вот поинтереснее история, да, такая нетуристическая. Здесь почти никого нету. Есть, кстати, проход как раз на эту скалу. Ха-ха! Пойдемте скорее. Обожаю такие места. Ух! Вот как это все выглядит. О-о-о! Слушайте, ну потрясно, потрясно! Можно прямо сюда. Ух! Блин! Конечно, тут неправильно. Принесли бутылки, уберите за собой. Ее-просоте! Опа! Класс! Вот я обожаю. Вот именно такие места я обожаю. Потрясающе. Слушайте, место, конечно, реально офигенское. Вот прям дух истории. Не вот восстановленное, а вот, я бы даже, наверное, сказал, нетронутое. Зачем нам 10 евро, когда есть бесплатное и настоящее? Какие-то там голоса в лесу. Значит, мы здесь не одни. Ну ладно, посмотрим. Слышите отсюда, как шумят волны? Какая слышимость, блин! Вот, вот приезжаешь в одно место, вроде одно и то же, но по факту-то нет. Вот, вот здесь вот мы впервые. Вот это, вау! Пойдемте виды смотреть, да? Смотрите, какая крутизна! Невероятная! Блин, здесь, конечно, мусорно. Так, сейчас попробуем залезть сюда повыше. Вот это да! Вот это да! Смотрите, какой потрясающий цвет воды. Вот эти вот смотровые. Видите, как все смотрится шикарно! Слушайте, мы словно на вершине мира! Вот это кайф! Да, не сильно-то высоко, конечно, но все равно. Смотрите, какая здесь красота! Да, вот они, постройки, комнаты различные. В общем, если дальше углубляться вот сюда вот в горы, там вообще по карте, вот этой вот пешей карте, там есть какая-то пещера. Наверное, туда уже дальше не пойдем, как говорится, ставим на другой раз. Вот. Пойдем забирать ребят. Бодрящие какое! Красивое, бодрящее море! А вот и они возвращаются! Устали? Клево, понравилось? Пушка-бомба! Крутой город? Очень красиво! Ну, о! Славян говна не посоветуй! Очень красиво! Вообще, пушка-бомба! Ну, это вы там еще не везде были, вы вот сюда не заходили на гору, не все прошли. Очень красиво! Так, это вот кемпинг, где мы стояли, нам говорили, что он закрытый, он вообще не закрытый, он вон открытый, даже преобразился. Мы вот под этим деревом стояли, видишь, здоровенное дерево. И вот сделали они, ну, оно было, кстати, этот, подиум. Классно, видишь, как? Очень клево, очень кейпинг. Мы здесь долго просто неяли. Это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите, как удобно, с Альфа-Пэй любым смартфоном и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Людей здесь немного. Мы приехали на нашу любимую гору, которая называется Химера. Вход здесь стал чуть дороже. Был 30, стал 45. Но они здесь, конечно, сделали все еще больше. Красоты здесь навели, поставили огромнейшее количество просто столиков. Сделали магазинчик. Но магазинчик на самом деле был. Чем он удобен? Потому что ты можешь здесь прям купить маршмеллоу, палочки и все это дело жарить на костре. Для этого туда и поднимаешься. И всегда говорю, если поднимаетесь, значит, берите с собой сосиски, маршмеллоу и жарьте. Там безлимитный огонь. Берите вино на закате, звезды. Короче, там очень красиво. От самого начала идти до вершины примерно 950 метров. Чем выше, тем дорога становится уже такая. Не очень. Ну, в принципе, ничего, но поднимать приходится достаточно высоко ногу. Это, конечно, забирает силы. Но оно точно того стоит. Однозначно. После 200 метров первого пути становится тяжело. Поэтому лучше не спешить, а подниматься очень... Не спеша, да? Давай, Александр, мы в тебя верим. Насыпайте ему лайков, а то Славянова мучает. Вот надо дома сидеть, понимаешь? На море. А я вечно куда-то всех тащу. Да повыше. Ты когда домой придешь, там есть кнопка отписаться. Ни за что. И больше себя не мучить. Мы это сделаем? Ну, сто процентов. Уже полпути прошли, даже больше. Все. Мы на Химере. Мы дошли и у нас это уникальнейшее природное место встречает дождиком. Прикиньте, смотрите, впервые мы сюда попали и идет дождик. Ну и кайф, да, не сезонно? Посмотрите, вообще никого. Ну, почти пару человек. Огни горят. Но как-то побольше их горело в том году. Вот про что я говорил, бонусом сюда, когда поднимаешься, вот, пожалуйста, тоже отличный городок. Не такой, конечно, масштабный, но, тем не менее, понять, как это выглядит, вот, можно именно здесь. Теперь пойдемте к огням. Вот есть достаточно такие сильные, сильное пламя, потухшие, а хотя нет, он еще горит. Опа. И такие средненькие. Вот, здесь можно всегда погреться. О, красота. Вот это да, представляете, природа. В общем, ребятки, кто будет в этих краях посещению прям обязательно. Вот прям строго рекомендую, прям строго-строго говорю, что вы 100% здесь побывали. Вот они, потухшие, лунки. Хотя, вот эти вот горели в том году. Смотрите, какой вид. Начирало. Как ваши впечатления от огней? Только идти, да? Тяжело? Для меня нормально. В общем, это место сто процентов к посещению прям обязательно, вообще, кто оказывается в Кемере. Сюда надо сразу приезжать по приезду. Визитная карточка у нас это, конечно, каньон в Куздре, куда вот и везу ребят. Здесь просто загляденье. Шикарное место. Вот она первая смотровая. Блин, камера не передаёт, да? Ребята в шоке. А это моё любимое. Ну и, конечно же, как без вот этого вот чудесного моста. Всегда говорю, мост настолько прекрасен, что с одной стороны один вид, с другой другой. Сейчас попробую эмоции записать. Чё, классно? Вот здесь вот летом, вот в этих вот всех бассейнах можно купаться, а вот тут как аквапарк природы. Ви-ви-ви-ви. Да, здесь можно позавтракать, турецкие завтраки здесь есть. Но сейчас, видишь, не сезон пока закрыто. Это с этой стороны мыска, да? Вот здесь ходить, когда этого не было. И теперь пошли сюда. А также облокачивайся сюда и смотри. Вот здесь бездна, да? Я вот всё хочу отсюда прыгнуть. Туда. Здесь глубина адская вообще. Блин. Если дальше поехали как по этой дороге туда, высоко в город, то мы попадём в пещеру, в которой мы тоже были. И, естественно, туда сейчас отвезу ребят. Мы тут вообще не знаем, как до пещеры доехать, потому что мы уже сколько раз остановились. Может, тут виды. Ништяк, да? Виды, ништяк. Да, тут море даже видно. Класс. Слышишь, вот где-то водопад или река сильно вот шумит? Короче, мы тут снова остановились. Здесь виды просто возмутительные какие-то, я не знаю. И здесь вот простреливается. Сейчас попробую вот с этой точки показать весь Кемер. Во. Вообще. Не, ну телефон так не передаст. Не, ребятки. Сюда надо приезжать, чтобы понимать, о чём я говорю. Сейчас попробуем там. Конечно, фотосессии однозначно. Вот здесь прям чётко, да? Во. Во. То, что надо. А вот ещё крепость стоит. Древняя крепость. Приехали мы, да? Высокогорное село. Кто давно наблюдает, видели. Мы сюда уже приезжали. Единственное, что... Сколько сейчас? 60? Да, 60. Тогда она была, по-моему, лир по 20 или по 30. Ну, сейчас всё, x2 вообще увеличилось. Такой вход. Освещение там есть. Курить мыслить нельзя. Пошли в пещеру. Погнали. Всё, заходим. 100-150 метров углубления. Она, конечно, действительно класс. Кстати, аккуратно. Там льётся вода и есть очень скользкие камни. Вот. Это я прям помню. И там холодно, кстати. Смотрите. Я, конечно, не любитель вообще пещер. Вообще боюсь всю эту историю. Ну вот меня что-то кто-то тащит туда. Слушай, а вот мы только спустились. Холодно, когда? Да. Они молодцы здесь вот. Подсветили всё очень красиво. Шикарно. У-у-у. Что-то ещё откуда-то выскочит. Что-то ещё хочет сказать. Нет. Какая здесь? Олег. Нет. молодые люди у вас выселение покиньте помещение все мы в центре кемера доставай свои шмотки и покидайте эту страну как в целом тебе кемер ты же первый раз здесь отличное место всем рекомендую сто процентов все давайте рады были познакомиться лично взаимно увидимся где-то на просторы вселенной и и